Британцы будут учить украинских военных символический жест, способный вызвать гнев России. Логотип. Британцы будут учить украинских военных символический жест, способный вызвать гнев России. The Guardian. Великобритания, Москва может воспользоваться усиливающимся западным участием для повышения собственной роли в конфликте. При этом она будет говорить россиянам, что противостоит попыткам продвижения НАТО. Джулиан Боргер. Джулиан Боргер. Ричард Нортон Тейлор. Ричард Нортон Тейлор. Апфото Эвгени Малултка. Решение Британии принять участие в украинском кризисе вряд ли окажет решающее воздействие на слабо оснащенную и испытывающую большие затруднения украинскую армию. Однако это будет символический жест, указывающий на то, что Лондон делает свою ставку на оборону Украины. 75 британских инструкторов, которые в предстоящие дни отправятся на Украину. Будут обучать украинцев вопросам боевого управления, тактической разведки, оказанию первой медицинской помощи на поле боя и тыловому обеспечению. Они также проведут оценку потребностей пехоты украинской армии в обучении и боевой подготовке. Общая цель, говорят источники из британского военного ведомства, состоит в повышении живучести украинских войск, которые подвергаются обстрелам из тяжелой артиллерии, такой, как самоходные гаубицы, поставляемые Россией сепаратистам. Похоже, что часть этой артиллерии ведет стрельбу с российской территории. Инструкторы из Британии будут действовать далеко от линии фронта на западе Украины, чтобы избежать риска взаимных потерь британских и российских солдат. Но Москва может воспользоваться этим шагом как доказательством того, что поддерживаемые Россией сепаратисты, как утверждает президент Владимир Путин, воюют с иностранным легионам НАТО. Весной прибудут американские советники, которые будут обучать четыре роты Украинской национальной гвардии в районе Еварова, неподалеку от польской границы. Похоже, что действия британцев скоординированы с американцами. Первым отправив своих солдат на территорию Украины, коалиционное правительство Дэвида Кемерона постарается опровергнуть зазвучавшую недавно критику по поводу того, что Британия осталась на обочине и не принимает участие в международной дипломатии, нацеленной на прекращение войны. К последнему соглашению о прекращении огня, достигнутому в этом месяце в Минске между Путиным, Ангелой Меркель и Франсуа Оландом, привела франко-немецкая инициатива. Похоже, что это перемирие долго не продержится, а санкции пока не убедили Путина в необходимости отказаться от интервенций на востоке Украины. Поэтому западные столицы усиленно пытаются найти иные методы, чтобы продемонстрировать свою решимость противостоять российским посягательствам. Сегодня считается, что боевая подготовка обладает большей долгосрочной ценностью, нежели поставки оружия украинским войскам. Кроме того, это менее конфронтационный шаг по отношению к Москве. Думаю, это очевидно, что премьер-министра болезненно уколола внутренняя политическая реакция на его неучастие в минских дипломатических усилиях, а поэтому он подсчитал необходимым занять решительную позицию, заявил старший научный сотрудник Королевского института оборонных исследований Ша Шанг Джоши. Я также считаю, что это отражает не такое уж и необоснованное мнение о том, что Минское соглашение разваливается, а поэтому понадобится дипломатия принуждения. Но решение отправить инструкторов прежде всего определяется настоятельной потребностью избежать эскалации. Не думаю, что Британия станет вооружать Украину, если этого не сделают Соединенные Штаты Америки. Похоже, возобладало мнение о том, что боевая подготовка украинской армии является менее провокационным действием, нежели ее вооружение. Мне это кажется сомнительным, поскольку военные последствия каждого шага могут быть аналогичными. Активизация западного вмешательства в конфликт, пусть даже оно ограничено вопросами обучения, может быть использована Москвой в качестве основания для повышения собственной роли. Она может представить это российской публике как попытку противостоять продвижению НАТО к западному флангу России. Вместе с тем, руководитель Лондонского аналитического центра Russia Foundation сказал, Путин в любом случае будет выдвигать этот аргумент. Не думаю, что если мы отправим несколько человек для обучения, ситуация ухудшится. Но есть надежда, что это поможет украинцам защитить себя. Однако я опасаюсь, что этого будет слишком мало и слишком поздно. Проблема взаимодействия Запада с Украиной – это проблема безразличия. Он оставил ее в состоянии неопределенностей и позволил Путину думать, что ему можно осуществлять вмешательство и создавать свою сферу влияния. Но в связи с отправкой инструкторов возникает вопрос, что делать дальше, если Путин отреагирует и усилит российское вмешательство. Иными словами, какова стратегия, лежащая в основе этого, в основном символического западного участия? Руководитель исследовательского центра European Leadership Network Иэн Кирнс Иэн Кирнс Говорит так, отправка инструкторов имеет смысл только в том случае, если это составная часть более обширной программы по наращиванию потенциала украинского государства. Если мы не сделаем этого, а минский процесс провалится, мы просто отдадим Путину сферу влияния, которой он, по нашим же словам, должен быть лишен. Одним из возможных примеров стратегии может послужить размеренное вооружение и обучение хорватской армии после того, как она уступила большие участки территории сербским силам во время распада Югославии в 1991 году. Обучение осуществлял американский подрядчик фирмы Она помогла создать условия для того, чтобы спустя четыре года Хорватия одержала победу. Но на Украине ситуация намного сложнее и жестче. Путин доказал, что он готов предпринимать все необходимые военные усилия для того, чтобы сепаратисты на Востоке не лишились своих укрепрайонов. Оригинал публикации Опубликовано 24 февраля 2015 года 9-18